Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Сева Кущинский, вы смотрите программу «Попутчик». Как всегда напоминаю, что программа «Попутчик» выходит в прямом эфире телеканала «Автоплюс», поэтому мы очень ждем ваших смс-сообщений и телефонных звонков. Звоните, помогайте этот эфир делать нам интереснее. Задавайте вопросы, получайте актуальные ответы. А тема сегодня более чем горячая. Сегодня поговорим о российских дорогах. Известная вторая беда, но, собственно, если все время считаете, что это беда, то она такой бедой и останется. Поэтому сегодня хотелось бы как-то уйти, может быть, немножко в сторону позитива, хотя бы, может быть, это будет и нелегко. Хочу представить наших сегодняшних гостей, люди, которые уж понимают толк в российских дорогах. Игорь Георгиевич Астахов, начальник управления сохранности и эксплуатации федеральных автодорог Росавтодорог. Спасибо, что не побоялись прийти в нашу студию. А по другую сторону баррикада может быть просто оппонент. Петр Шкуматов, автоблогер. Петр, спасибо. Итак, друзья, честно хочу сказать, что у меня нет желания и такой цели как-то сейчас кого-то выставить в дурном цвете, в черном цвете каком-то. Хочется действительно понять, как с этими дорогами жить, как по ним ездить, как по ним ездить комфортно. И, конечно же, услышать мнение наших людей. Боюсь, что будут каверзные вопросы, но я уверен, что мы как-то сможем прийти к общему знаменателю. Существуют госты? Или, скажем так, существуют ли госты, какие-то нормы? Какими дороги они должны быть? И насколько они у нас соблюдаются? Вот такой первый вопрос, чтобы понять вообще, что происходит. Ну, конечно же, госты у нас существуют. И мы по ним работаем. Придерживаемся этих гостов абсолютно строго, потому что число проверяющих в нашей организации превышает все разумное количество, конечно, как нам кажется. Поэтому, я уже сказал, госты существуют, и мы по ним работаем. Насколько эти госты жесткие? Жестче они, чем в Европе, в Америке, в других странах? Или у нас какие-то особенные госты, свои? Вы знаете, есть, наоборот, более жесткие какие-то параметры, которые в наших нормативных документах. Есть более жесткие параметры, которые в зарубежных нормативных документах. Однозначно ответить на этот вопрос просто невозможно. Это очень широкий спектр, который сейчас вот обсудить даже за этот час, вот нам с вами, ну, просто невозможно. Это тема абсолютно другого разговора. Да, конечно, только хотел обратиться к вашему мнению. Да, маленький-маленький вопрос. Вот я просто озвучу статистику по ДТП за прошлый год. В нашей стране произошло почти 200 тысяч ДТП за прошлый год. И из них по причине неудовлетворительного состояния дорог 40 тысяч. То есть, грубо говоря, 20%. В общем, такая известная история. Да, то есть 20% и смертей на дорогах, и, собственно, самих ДТП, то есть материальные ущербы происходят по причине плохого состояния дорог. Значит, соответственно, мы все прекрасно знаем, да, что у нас дороги самые дорогие дороги в мире. Ну, вот вопрос к вам. Собственно, почему в Европе километр четырехполосной нормальной магистрали стоит, ну, 5 миллионов долларов в переводе на доллары, а в России, заметьте, без перекладки магистралей, там, каких-то коммуникаций, еще чего-то в чистом поле. Эта стоимость там в несколько раз дороже. Ну, вот вы знаете, вы в своем уже ответе назвали, ну, пожалуй, два таких момента, где вы абсолютно не правы. Значит, когда вы сказали, что у нас по вине дорог 20% ДТП, на самом деле это абсолютно не так. А в Москве говорят 30%. Да, в Москве говорят 30%, и в разных источниках действительно совершенно по-разному. За всю сеть я не буду говорить, потому что все же я отвечаю за федеральные дороги, которых у нас из 790 тысяч по стране, а федеральные дорог у нас 50 тысяч километров. Ну, по ним, правда, половина транспортных перевозок происходит как раз по федеральной сети дорог. Так вот, на этих федеральной сети дорог за десятый год произошло у нас 22 тысячи дорожно-транспортных происшествий. И при этом, ну, не по вине, а с сопутствующими дорожными условиями, такой есть термин, произошло 11% происшествий. 11%, не 20%, не 30%, это голая статистика, которая есть в официальных источниках, есть на нашем сайте, вы можете посмотреть. Поэтому здесь абсолютно точная цифра. Так вот, 11%. При этом, когда совсем недавно я участвовал в международной конференции в Санкт-Петербурге, как раз по безопасности движения, там были представители США, Финляндии, Швеции, Германии, ну, нескольких стран и наши дорожники России, вот я с интересом слушал, значит, выступающих как раз зарубежных наших гостей. Так вот, американец привел цифры, у них с сопутствующими дорожными условиями происходит 34% дорожно-транспортных происшествий. И все мы знаем или говорим о том, что какая хорошая сеть дорог в Америке, или в Германии, или в Швеции, или в Финляндии. При этом говорим, что у нас очень плохая сеть, но у нас 11% ДТП с сопутствующими дорожными условиями в Штатах, 34%. И при этом они трагедии никакой не делают. Ну, тогда такой вопрос, почему все-таки, допустим, если вы едете в Европе, да, вот едете в Европе, практически между всеми крупными городами проложена нормальная безопасная магистраль, то есть, условно говоря, две полосы в одну сторону, две в другую, отбойник, там развязки, эстакады в тех местах, где это нужно. Конечно. Значит, я недавно в мае вернулся из поездки по России, я проехал 5300 километров через Саратов, то есть, М5, Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Краснодар, там, значит, еще по югу России поездил. И вернулся, собственно, в Москву. И жив. Значит, в общем, дороги какие-то есть. Так вы знаете, на самом деле, вот как бы такой вопрос, почему практически везде между крупными городами в России опасные либо две полосы навстречу без какого-либо разделителя дороги, либо в лучшем, то есть, вообще без обгонной полосы, без всего, даже там, где это, в принципе, нужно. И вы ушли еще от ответа по стоимости. Да, мы вернемся, ничего страшного. Значит, ну, я с вами абсолютно разделяю вот эту, скажем так, проблему, что у нас дороги не разделены полосами, причем наша магистральная сеть дорог не разделена барьерами для того, чтобы избежать самых страшных лобовых столкновений. Ну, при этом цифру все же позволю себе назвать. У нас из 50 тысяч, как я уже сказал, федеральной сети, 6 тысяч километров дорог именно четырехполосных. То есть, на 6 тысячах километров у нас все же есть разделительный барьер. То есть, вот какая-то, скажем так, результат у нас уже есть. Это за какое время так случилось? Это за все время, как существует наше государство еще со времен царя. А за какое время мы построили эти 6 тысяч километров? Сего, не скажу. Вот не могу. Ну, это в последнее время, в новое, скажем, российское время. Основная сеть наших дорог, она вообще сформирована, конечно, в 70-е, 80-е годы. В последние годы, и нас за это справедливо, значит, пользователи критикуют, что мы количество вводных километров очень сильно уменьшили. Тысяча километров было. Да, но при этом, вы посмотрите, какие сейчас километры и какие в 70-е годы километры строятся. Возьмите, скажем так, развязку в мытищах. Сколько там полос? Какая там развязка? Мы такие в 70-е годы строили? Конечно, нет. А можно я вам поапонирую по поводу развязки в мытищах? Эта развязка абсолютно бесполезная, потому что там полос очень много, и развязка эта обошлась в 9 миллиардов рублей. Но самое интересное, что до этой развязки Ярославку не расширили, вместо этого построили справа торговый центр, то есть уже сейчас есть основания полагать, что расширять ее будет сложно. И что самое интересное, после того, как эта развязка заканчивается, значит, все утыкается в эстакаду довольно узкую, значит, я не знаю, как она называется. Бутылочное горлышко просто сместилось в другую точку. Нет, оно даже никуда не смещалось, просто, грубо говоря, в каком-то месте трассы возникло расширение, условно говоря. А мы же одновременно не можем всю сеть нашу перестроить. Вот было узкое место, поворот на Королев, мы все там стояли в пробках, все это развязали, там сейчас нет этой проблемы повернуть на Королев, когда едешь со стороны Ярославля. Проблемы нет. Да, когда из Москвы едешь, там сейчас спи, конечно, на Королев повернуть сложно, там пробочка стоит. Но, вот вы говорите, бесполезно, уже в этом году, вот сейчас как раз происходят, опять же, конкурсные процедуры, наверное, мы еще о них поговорим, да, которые закончатся тем, что будет заключен контракт с подрядной организацией, которая продолжит строительство с обходом дальше населенного пункта Тарасовки. Да, поэтому не за горами те счастливые мгновения, когда мы обойдем Тарасовку и уйдем в область. Вы сейчас скажете, а предыдущий участок, предыдущий участок проектируется, он точно так же будет скоро перестраиваться, будет реконструкция. И поэтому, да, начались с одного узкого места, и следующие тоже мы их сделаем, и проблем у пользователей будет меньше. И теперь все-таки к цене, к стоимости дорог. К цене, значит, вот действительно вопрос, который, ну, постоянный во всех изданиях, на телевидении, премьер, наш, сказал о том, что вот, значит, завышена стоимость дорог. Ну, позволю себе не согласиться даже все же с премьером. Смотрите, какая ситуация. Ну, вот то, что говорят обычно большие специалисты, значит, эксперты, как они называют себя, что стоимость километра там в Америке, в Германии там или еще где-то, значит, такая, а вот в России такая. Вы знаете, сравнивать можно и нужно только, когда садятся два специалиста, и они когда выводят стоимость одного абсолютно одинакового километра. Вот когда два специалиста сядут и будут, и им позволят сосчитать, сосчитайте, сколько будет дорога стоить отсюда до сюда, вот когда они разойдутся в этом своем мнении, вот тогда можно будет сказать, да, здесь что-то нечисто. А сейчас получается, вот был отчет официальный абсолютно Всемирного банка, который сказал, что содержание дороги в России от 25 до 55 миллионов долларов за километр. А, тысяч, тысяч долларов за километр, да. Значит, когда мы, естественно, был шквал возмущений, как же это так, почему в Финляндии, значит, это 9 тысяч долларов за километр. Вроде и страна похожа, и климат, значит, и дороги там лучше, следовательно. И влажность такая. Да, и влажность такая, многие параметры схожи. Когда мы пригласили этих специалистов со Всемирного банка, сели с ними за стол и начали рассуждать, начали разговаривать. Ребят, дайте нам ваши расчеты, как вы считали? Оказалось, что они сосчитали, беря наши только федеральные дороги, а федеральные дороги, я еще раз говорю, это наиболее напряженные, то есть на них, естественно, больше средств приходится расходовать, чтобы их содержать более безопасно и в более хорошем состоянии. При этом финские дороги, они взяли абсолютно все, даже те, которые идет гравийная дорожка к дому фермера, которую содержит тот же самый фермер, его администрация дорожно платит небольшие совершенно деньги, когда он своим трактором один раз в месяц проезжает в этой дорожке. В общем, почитали некорректно. Да, почитали некорректно. Когда сосчитали корректно, значит, тогда получилось, что содержание одного километра в России стоит 11 600 долларов за километр. А вот можно маленькое наблюдение? Значит, я ездил довольно, ну, в России я езжу довольно много, и, ну, все прекрасно знают, что после того, как у нас ходит снег, значит, у нас появляются ямы. Оголяются дороги, ямы. Да. И каждый год такое происходит. Каждый год, да. Значит, каждый автолюбитель, который ездит по федеральным дорогам, вот, допустим, мой личный опыт. Вот. Значит, я ехал в Саратов по М-5, значит, ехал через Саратов, ну, там, как Мордовия, да. Значит, ужасные ямы, просто ужасные. Не то, что не по ГОСТу, да, то есть это просто ужас какой-то, да. Военный полигон. Ну, в общем, да, как будто там местные жители кидают гранаты, значит, на дорогу, и ее приводят негодность. Значит, когда я ехал обратно, ямы заделывали. Значит, ну, как их заделывали по поводу стоимости обслуживания? Значит, рабочие забивали молотком кирпичи в эту яму. Кирпичи. Известная практика. И потом, соответственно, я уже как в следующий раз ехал, они все это закатали в асфальт, и вот вроде пока ровно. И понятно, что этот кирпич приведет к тому, что основа дороги через какое-то время придет в полную негодность, и в результате там надо будет менять не слой асфальта, а надо будет вообще ее капитально ремонтировать. Ну, не всю там часть, да, но это все равно очень напряжно и дорого. Так вот, в итоге у нас получается так, что вроде бы у нас все нормально, вроде бы все хорошо, да, но тем не менее, почему-то, значит, все видят, то есть я сам лично видел, да, что ремонт некачественный, не по технологии, значит, осуществляется абсолютно таким дырочно-ямочным методом. Даже там, где уже видно, что надо просто снимать слой, и самое интересное, он зависит от области, он меняется от области к области. Да, в Саратовскую область въезжаешь, это самые отвратительные дороги, которые я видел. Просто. То есть там можно убиться, я там лично улетал в Канаву, да, то есть как бы, ну вот, значит, с другой стороны, в Краснодарском крае дороги очень даже ничего. То есть в чем причина, вопрос, да, к вам, как к человеку, который за это отвечает, и почему вы не контролируете вот такие вот вещи? Потому что эксплуатационные издержки, по сути, когда кирпичи вбивают, да, я понимаю, что кирпич дешевый, да, но потом там все надо будет ремонтировать. Петр, ну а вы уверены, что вот этот кирпич, я, да, то, что кирпич, красный, нет, красный кирпич, абсолютно вам верю, и знаю, что эти факты есть, и мы с этими фактами, естественно, боремся, как можем, потому что у нас есть контрольные всякие органы, которые занимаются тем, чтобы как раз этот брак, который вот вы абсолютно точно говорите, это брак, вот когда так работают. Но, с другой стороны, я вполне допускаю, что эти кирпичи были потом убраны, был засыпан щебень и положен асфальт в эту ямку. Хотя это тоже, я согласен, что вот когда по этой ямке проезжаешь, потом колесо опять, значит, это же неровность, как-то там идеально ее сделать сложно. Поэтому сказать, что мы не контролируем, нельзя. Мы контролируем. А как? И с браком боремся. У нас есть контрольные органы. Во-первых, наши органы управления, которые на местах, а их 36 у нас по России, ну, они в основном в областных центрах, их адреса есть на нашем сайте Росавтодора, их телефоны есть, сеть, за которую они отвечают, тоже есть. И если вот такой факт видите, на сайт заходите, можно звонить, и можно, да, и жаловаться, и говорить прямо этому руководителю, что вот у тебя там такой бардак, и, конечно, они реагируют. Потому что, ну, вы знаете, мы вот большинство, я думаю, что подавляющее большинство, они очень переживают за ту ситуацию. Вот вы называете, что да, такая у нас сеть, мы же все это знаем прекрасно, мы живем все в нашей стране и знаем, что так плохо. И все они, когда приходят и хотят сделать ее лучше, они все приходят и пытаются дать им не больше денег, потому что ведь все равно бесплатно ничего не бывает. Но при этом, вот, позвольте же мне мой личный опыт, езжу с удовольствием на Украину, в Крым, М-2, и прямо вот переезжаешь из области в область, и видишь, вот здесь хорошо, потом чик, знак, другая область, вообще не дорогая, потом она опять есть, потом опять ее нету, потом опять она есть. Это, так, деньги-то, у кого-то есть деньги, у кого-то нет денег? Это мне совершенно непонятно. Нет, значит, деньги, ну, то, что от области к области, ситуация, наверное, понятна. Потому что есть, значит, и границы обслуживаемых территорий вот этих управлений дорог, и понятно, что среди них есть более добросовестные, есть менее добросовестные. Потом, значит, бывает такая ситуация, если, ну, как бы маршрутность, да, то есть мы не разрываемся так, что два километра сделали там, потом километр там, вот такая заплата, она никому тоже счастья не принесет, неэффективно. То есть соблюдаем принцип маршрутности. Уж если идем, допустим, там, от границы Московской области, то мы идем, да, там, возможно, хуже около Тульской области, но мы туда придем через год, через два. А вопрос был немножко не в этом, вопрос был в том, что существует ли вот такое региональное распределение у вас бюджетов, да, то есть, условно говоря, вы дали тысячу рублей Тульской области, дали тысячу... Этому дала, этому дала, а этому не дала. Нет, или, не, не так, тысячу дали этим, тысячу дали этим, тысячу дали этим. Третье, своровали все, дорог нет. Эти своровали половину, дороги худо-бедно есть. Эти не своровали. А эти не своровали, дороги отличные. Но распределение, естественно, оно и носит и региональный характер, потому что статистика, она должна учитывать все. Дорога, хотя и федеральная, она проходит по Московской, Тульской, еще какой-то области. Естественно, учет ведется, кроме того, потому что и бюджеты этих областей учитывают, что на нашей территории федеральные дорожники вложили столько-то средств. Поэтому, когда мы выдаем бюджет нашим органам управления, понятно, что учитываться в какой области сколько дали. Но вот такого, допустим, четкого распределения, что если в Тульской области 200 километров, значит, ему 2 миллиона рублей, в Московской области 400 километров, значит, ему 4 миллиона рублей, этого нет. Зависит распределение от состояния дороги. Диагностику дорог мы ежегодно проводим. При диагностике измеряются, естественно, все ее характеристики, прочность, ровность, сцепление. В зависимости от этих результатов, на последующий год составляется план работ, который, исходя, конечно, из тех денег, которые нам правительство доводит, мы уже и верстам. Да, нам бы хотелось отремонтировать 15 тысяч километров из 50, как по нормам положено, но вот, допустим, в 2011 году мы отремонтируем всего лишь 5,5 тысяч километров. Игорь Георгиевич, ну знаете, вот было бы так, если бы вот тут дороги были чуть лучше, а тут чуть хуже, а получается здесь хорошие дороги, а здесь просто их нету. Давайте примем звонок из Иваново и узнаем, что нам скажут. Здравствуйте, вы в эфире, простите, что заставили вас долго ждать. Слушаем вы в эфире. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я из Иваново. Здравствуйте, я из Иваново. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Вот. Значит, вопрос вот такой. Вопрос, значит, вот такой. Значит, проводится канавочный ремонт. Проводится канавочный ремонт. Мы вас очень слушаем, у нас дорого время в эфире, говорите, пожалуйста, без остановок. Это очень пауза большая просто. Значит, проводится канавочный ремонт. Прошу прощения, мы не можем в таком режиме работать. Пожалуйста, перезвоните еще разок, может быть, связь наладится. Я предлагаю тогда, раз уж не удалось глаз народа из телефона, мы подготовили опрос. Давайте узнаем, что в регионах говорят о дорогах. Мы можем дать в эфир? Мы готовы посмотреть. Смотрим. Трасса хорошая сделали. Вот новую трассу открыли зимой. То есть от Камы переправа до выхода на Челнинскую трассу. Там изумительная дорога, замечательная сделали. Ну, я думаю, будет. У нас Татарстан хорошая республика. Я думаю, здесь все сделают хорошо. Далеко ходить не надо. Посмотрите на асфальтное покрытие, которое якобы имеет место быть в городе Казани. Вот у меня обе стойки разбиты, я боюсь пока их менять просто. Новое, как бы, не значит лучше. Потому что я чувствую, их разобью опять. Ну, просто теряние денег будет. Я как думаю, все-таки они образумятся. Деньги, которые... Ну, вот сейчас они тратят на универсиаду. Целенаправленно на мосты, на эстакады. Потом, я думаю, они вложатся. И будут каждые два года, вот как говорится, они должны, видимо, менять верхний слой. Плохо, конечно, так как дороги не делаются, ямочные ремонты, ну, да, затягиваются. По сути, должны новые дороги строить, развязки делать. Должно измениться, по сути. Да. А так, ну, хотелось бы верить, когда универсиада будет, дороги изменились. Как и все автовладельцы, наверное, критично, потому что везде кочки не устраивают. Ходовая вся разбивается. Вот буквально недавно поменял ходовую. И все, от нее ничего не осталось уже. Если наши чиновники перестанут грабить, воровать, ну, я считаю, что будут, наверное. Я надеюсь на это. Будем надеяться на то, что универсиад поскорее придет и дороги получше сделают. Качество дорог ужасное. Яма на яме. На самом деле, в Казани дороги намного лучше, чем в других регионах. Но есть пожелание, чтобы дороги становились лучше. В принципе, реальность. У нас в Казани хорошие инвестиции, насколько я знаю. И люди стремятся к улучшению дорог. Ну, собственно, ничего нового мы, конечно, не услышали. Все было ожидаемо. Позитив. Люди ждут и верят в то, что будет лучше. Да. Ну, вот очень долго ждут. А правда, сколько ждать? Вот когда у нас там дороги, мы хоть как-то приближены к европейскому уровню? Все. Вот смотрите. Значит, учеными, специалистами просчитано, что необходимо нам на федеральную сеть дорог, вот на 2011 год нам нужно было потратить на ремонт, содержание и капитальный ремонт 180 миллиардов рублей. 180 миллиардов рублей это просчитано. Мы при этом на 2011 год на вот эти виды затрат получили на всю Россию 88 миллиардов рублей. То есть в два раза с небольшим меньше. Поэтому мы вместо, я говорю, что 15 тысяч километров дорог, которые должны были отремонтировать по нормам, мы ремонтируем 5,5 тысяч километров. Естественно, те, которые недоремонтированы, они становятся хуже, все и хуже. То есть мы придем туда через год, еще через год. То есть мы отстаем постоянно в два раза от той нормы, которую должны ремонтировать. При этом постановлением правительства определено то, что Министерство транспорта совместно с Росавтодором должны с 2014 года получить стопроцентный норматив. То есть в 2014 году это тот светлый год, когда свершится, когда мы получим полный рубль. При этом надо понимать, что тот недоремонт, который мы накопили за время недофинансирования, нам еще какое-то время придется его доводить до нормативных показателей. То есть вот 2014 год. Примен, Золотчик, еще слушаем вас в эфире. Говорите, пожалуйста. Звоню вам из Пензенской области, федеральная трасса М5. Это населенные пункты Чаодаевка и городища есть такие. Вот между ними сделана прекрасная дорога, значит, односторонние движения, да. И буквально 5 километров дороги вот не доделана и брошена. И она уже стоит вот на протяжении, ну как бы, я не знаю сколько, лет 5 уже просто не сделано вот этот участок. Все остальное сделано. И, в общем-то, если бы этот участок был сделан, была бы замечательная дорога. А сейчас уже и новую, которую построили, она приходит в негодность. И вот, так сказать, вот эти 5 километров не доделать. Вообще вот этот вопрос как-то будет решаться или нет? Просто интересно. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, будут. Это конкретика, да? Конечно, будут. Ну, километры, конечно, слушатель не назвал. Населенные пункты, ну, сложно мне все помнить, которые есть. Это понятно. Да, у нас на сети. Но, тем не менее, я уже говорил, еще раз говорю о том, что да, конечно, будут. Когда? Ну, вот завтра, естественно, посмотрю свои планы, значит, найду эти населенные пункты, посмотрю километры, свяжусь с этим управлением дороги. Конечно, завтра бы я мог ответить конкретно на этот вопрос. Возможно, это будет в следующем году. Потому что, если уж, значит, говорит пользователь о том, что да, совершенно разбитая, плохая дорога, то ясно, что ее очередь вот-вот-вот. Возможно, в этом году. Возможно, на следующий. Сейчас сказать сложно. Вот вопрос, который... Да, Петр, хотите? Да, я просто хотел, вот, возвращаясь к предыдущему, вы сказали, что вам нужно для того, чтобы по-честному содержать, значит, дороги в порядке, нужно 180... Хорошее слово, по-честному. Да, значит, 180 миллиардов, да. Значит, вы сказали, что федеральных трасс у нас 55 тысяч километров, соответственно, получается, что вы хотите, значит, потратить ежегодно на каждый километр трассы почти 3 миллиона рублей. Вот, значит, я просто как бы, что... на чем хочу заострить внимание, значит, чтобы все понимали, да, значит, 3 миллиона рублей, это, по сути, раз в год на этом участке полностью снять и заменить асфальт. То есть, ну, то есть вообще полностью. То есть, грубо говоря, этой суммы, по сути, хватит для того, чтобы полностью ежегодно менять покрытие, значит, со всеми работами, со всеми, так сказать, сопутствующими вещами, да, на тех дорогах, которые у нас существуют. Арифметика не идет, да? Нет, арифметика не идет, да, потому что, грубо говоря, вы получили половину суммы, да, насчет, то есть получается, что на половине дорог в России может быть изменено вообще все, так сказать, да, то есть это же эксплуатация, строительство туда не входит. Вот, а в реальности, ну, может быть, процентов 15-20 там ремонтируется. А известная фраза классика, как в России воруют? Вот, эта агрессия направлена, поверьте, не против вас. Ну, вот, то есть, сообщение, республика Северная Осетия, хватит воровать наши деньги, мы платим налогом за хорошие дороги. Орловский образ чуть мягче. Как предотвратить воровство представительства дорог? Кстати, хороший вопрос. Значит, ну, смотрите, я уже сказал, что количество контролирующих нас органов, ну, так велико, что просто сложно, ну, я говорю, что более 300 проверок, вот, Росавтодор и подведомственные учреждения в год, значит, подвергаются 300 проверок. Ловят? Сажают? Значит, ловят, сажают. Где посадки? Ну, да, посадок нет, уголовные дела есть, это, скажем так, отрицать нельзя, но при этом, по-моему, дорожная отрасль. Это наиболее проверяемое, потому что все очень очевидно. Во-первых, все наши проекты делаются, все наши стройки и объекты делаются на основании проектов, которые проходят государственную экспертизу. Государственная экспертиза – это отдельный орган, который при МИН-регионе и пролезть в это ушко очень сложно. И там сосчитана буквально, каждый рубль, каждая лопата, асфальта, там, песка, щебня, она сосчитана. Поэтому, нет, вы хотите сказать, что да, там, наверное, в проекте сосчитано, потом... Нет, 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 я вам хотел сказать одно, значит, дело в том, что я считал сам лично, ну, значит, надо было, так сказать, к дачному дому сделать дорогу. Обычная дорога, так сказать, подушка из песка, щебень и слой асфальта, да, то есть вот именно так, как у нас строят. Только я еще геосетку туда, значит, добавил. С сознанием вопрос обошел. Ну, понятно, да, то есть, как бы, ну, это даже сейчас не в этом суть. Так вот, когда я спрашивал по поводу того, значит, как бы мне асфальт, значит, мне сказали, вам для... Для, вот, как бы... Для вида или для того, чтобы ездить? Да, для вида или для себя, вот, то есть, как бы, и это мне сказали прямо в открытую по телефону, хотя я позвонил вот просто вот так, да, то есть, значит, плюс еще такая вот по поводу, опять же, контролирующих, да, значит, с каждым годом, с каждым годом квалификация людей, которые, собственно, выполняют все работы, которые запланированы... В вашем ведомство? Приехали, то есть, они даже по-русски не говорят. То есть, когда я подошел к людям и хотел им сказать, что не надо кидать асфальт в лужу, не надо, это бессмысленное занятие, абсолютно, то есть, как бы, он этим комком и отвалится. То есть, вас даже не поняли? Меня даже не поняли, потому что люди разговаривают не на русском языке. Откуда появляются вот эти бригады? Ну, бригады появляются, естественно, оттуда, там, где они жили в Таджикистане, Узбекистане, там, Молдавии, там, еще где-то. А почему государственное учреждение прибегает вот к... Не государственное. Государственное учреждение управляет подрядной организацией. Это чаще всего принадлежать частникам, то есть, гражданам, еще там кому-то, организациям, прочим, прочим. Они вольны нанимать свои кадры там, где они считают это нужным. И не секрет, что и не только в дорожной отрасли кадровый вопрос все стает все жестче, потому что, действительно, людей квалифицированных все меньше. При этом, я вам могу точно заверить, абсолютно, и мы просто видим по своей статистике, потому что по диагностике же мы видим, как у нас меняется сеть. И при этом качество выполняемых работ с каждым годом улучшается. А дороги как были плохие, так и есть. Так. И разрушаются каждый год. Смотрите, в 2000 году у нас в России было 20 миллионов автомобилей. В 2011 году 42. В два раза выросло количество автотранспорта. Дорог за это время в общем и целом по России уменьшилось. Потому что региональная сеть, она, к сожалению, сокращается. Федеральных дорог на 4000 километров прибавилось, но там 4000 и 50000 километров разница невелика. А вот когда в два раза, и это количество транспорта, оно все на наших дорогах. То есть интенсивность воздействия возросла. Возросла. Да. Нагрузки выросли, мы все видим, какие сейчас машины ходят. Если там раньше до 90-х годов самым тяжелым был КАМАЗ у нас, то сейчас идут 60-тонные автомобили. Так хочется, чтобы... Действительно верю, что вы говорите правду. Но все-таки это не решает вопроса. То есть это все как бы... Можно маленькие. Нас могут обвинить, что это просто отговорки. Можно маленькую ремарку. Сделайте нормальные дороги. Маленькую ремарку. Значит, у нас есть пример Китая, в котором сейчас строится огромное количество дорог, огромное количество переездов, развязок и прочее. Потрясающие дороги. Был не так давно. Да, вот согласен. Так вот, помимо стоимости, которая там строительство, они, кажется, даже из миллиона долларов за километр как бы не выходят, но это я уже не говорю. Ну, можно поспорить, там разные дороги, разное это, но в основном это, как я сказал, то есть это две полосы туда-две туда, отбойник, обочина. В Китае строится огромное количество дорог и дорожной инфраструктуры. При этом огромное количество переездов через железные дороги. Сами понимаете, что, допустим, в России можно встать на переезде, два часа простоять, три часа. Я сам лично стоял на некоторых переездах, это ужас какой-то, да. Это людей выводят из себя, люди нарушают, люди выезжают навстречу, там, естественно, сразу стоят гаишники. В итоге возникает какой-то бардак, да. Так вот, вопрос. Что же нам мешает, значит, вот такими вот довольно ударными темпами строить дорожную инфраструктуру? Казалось бы, всего лишь. Мы же строим ее по устаревшим технологиям. Мы не строим норвежские дороги или финские дороги, да. Мы строим дороги, вот я вот по трассе Дон ехал, это классическая дорога. То есть насыпали песка, укатали, насыпали щебня, укатали, значит, ну, геосетку они кладут, согласен. Значит, положили сетку, значит, положили асфальт, значит, все, готово, да. То есть мы кладем дороги довольно устаревшие. То есть, соответственно, что нам мешает, даже пусть этих устаревших дорог, у нас что, песка нету, у нас что, нету щебня, у нас нету... Вопрос понятен, что мешает нам строить современные дороги по современным технологиям? Абсолютно одно отсутствие средств в достаточном количестве. И приведу опять вам цифры. Значит, если мы в России на дорожную сеть тратим 1% от нашего валового продукта, 1%, при этом всезарубежные страны, это цифра от 3 и далее. Ну, известно же, что скупой платит дважды, в смысле, трижды платит, что мы делаем плохие дороги, переделываем плохо, потом их переделываем еще раз плохо. Правильно, и мы живем все в нашей стране, пожалуйста, давайте двумя руками за то, что дорожникам дать больше денег. Но, при этом, мы же прекрасно с вами понимаем, когда Дума садится и начинает делить бюджет, она же тоже отлично понимает, что нужно пенсионеров не обделить, медицина, образование и все остальное прочее. На дороге вот сумеют отдать столько, сколько отдают. При этом без денег мы не можем построить. Да, у нас есть песок, щебень, битум, все остальное есть. А давайте строить меньше, но лучше. Ну, пусть это будет не 10 километров в год, а один километр, но отлично. Алексей Волод, нам так и приходится делать, так как нагрузки выросли, так как интенсивность выросла, мы при расчетах, при проектировании, мы же сейчас закладываем именно то усиление. Вот опять к цифрам давайте вернемся. У нас сейчас вот мы в Евросоюз, значит, ну не в Евросоюз, скажем так, в таможенный союз входим, значит, и пытаемся выровнять нашу сеть с казахами и с белорусами. У них разрешенная полная масса 44 тонны в Европе. У нас в России сейчас 38. В июле месяце с введением в действие новых правил перевозки грузок будет 40 тонн общая масса автомобиля. И при этом ввели ограничения по передвижению? В летний период ввели, так же как в Казахстане и Белоруссии, мы в Союзе, мы не можем от них отделяться. Так вот, для того, чтобы эти нагрузки воспринимать, нам приходится повыше при проектировании и строительстве, естественно, лишние затраты на то, чтобы эти слои асфальтобетона, щебня и песка делать больше. А все это стоит денег. Прошу прощения, давайте принять звонок, очень долго человек на связи. Слушаем вас, простите, пожалуйста, что заставили ждать. Добрый вечер. Говорите. Добрый вечер. Здравствуйте, чуть громче, если можно. Меня зовут Дмитрий, мне очень приятно дозвониться, было послушать, особенно представителя власти, замечательно, вот особенно цифры, 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 это здорово. Но такая ситуация сложилась, я сам из города Москвы, года три назад я ездил зимой, ну по делам попросили отвезти на дачу по Рублево-Успенскому шоссе людей. И на эти выходные я ездил, опять же, по делам, попросили отвезти по Рублево-Успенскому шоссе. Удивительная вещь, я заметил, что зимой три года назад, что летом, замечательная дорога, без каких-либо проблем, рытвин, не знаю, просто радостно едешь и удивляешься. Так вот, я подумал о том, что, может быть, раз представитель власти, как бы, говорит о цифрах, может быть, кто-то курирует же эту дорогу, кто-то ее строит, там есть какой-нибудь ЗАО или ООО, есть генеральный директор Иванов, там, Пупкин или Нурмухамедов, ради бога, пускай будет и такой. Почему бы не дать ему возможность сделать, например, все дороги по Москве? Пускай он крушует Москву, вот делает все дороги, как на Рублево-Успенском шоссе. Будет замечательно, вот представляете, и так же по всем, скажем, по всем городам есть же кто-то, где делает хорошие дороги, будет давать человеку карт-бланш, полномочия. Пускай только он делает такие дороги. Предложения принимаются, в общем, понятно, парируете. Ну, а ситуация там абсолютно прозрачная. Все мы знаем, что по Рублево-Успенскому шоссе грузовики ходят очень-очень мало. И поэтому разрушать там легковые автомобили, естественно, дорогу эту не разрушают. А содержит эту дорогу наше государственное предприятие ДЭП-13, действительно, они хорошо работают. Кроме этой дороги, у них еще ряд дорог по Московской области, которые они точно так же содержат. И поверьте, таких предприятий у нас немало. Немало. Есть Архангельская область, пишут. Дороги стали лучше. Спасибо дорожникам и правительству. Спасибо. Спасибо Архангельскому. Что вам сказать? А давайте послушаем еще один опрос из другого города. Это был у нас Татарстан, Казань. Вот другой город. Что там, говорят люди. Смотрим. Я недавно вернулся из Москвы, то есть там поездил по Москве. Потом, пока ехал до Екатеринбурга, вообще дорог нет. Вот. И после такого, что я увидел на трассе, дороги хорошие. Ну и долгое время жил на севере, там тоже дороги не важны. Здесь дороги намного лучше. Когда не будет, наверное, уже нет. Кроме Москвы, наверное, уже нигде не будет. Вот нету надежды. Я считаю, что дороги будут в России нормальные, когда перестанут воровать на их строительстве. Вот когда будут хотя бы, ну не знаю, хотя бы в половину меньше воровать, тогда дороги будут, как минимум, в два раза лучше. Что ты за власти фантастики. Пока, наверное, не буду делать по западному образцу дороги, которые сделали, и лет на 10, на 15 хватает. У нас не будет дорог. Асфальт, который делает, это все ерунда. Мне кажется, еще лет 30-50 у нас вообще дорог не будет. Мы же любим ссылаться на климат тот же самый, а вспомнить Финляндию нашу любимую. Такой же климат, а дороги к качествам на порядок лучше. То есть непонятно, наоборот, вернее, понятна причина такого безобразия, да, там, расхищения. Ну, работа, может быть, не профессионалов. Вот. Ну, конечно, с этим мириться не хотелось бы и верить на будущее, в более светлое. Это, наверное, единственное, что остается автомобилистом и оптимистом. Я ехал по дороге, темно было, дождик шел, лужи какие-то были небольшие. И в какой-то момент у меня просто перед машиной провалился так сильно. И, ну, проехал дальше, сначала ничего не понял, но в темноте не увидишь, да. А потом уже днем увидел, что там спереди бампер сломал, фан разлетел, ну, вверх стало светить, ну, и там кое-кое железо померлось. Но если мы когда-нибудь перестанем воровать, тогда будет. Ну, так вряд ли. В основном подвеска вредится из-за таких дорог. В аварии не попадала из-за плохого качества дорог, но ушатывается подвеска очень сильно. На отечественных у меня было до этого десятка. Так это вообще за два года ушатали. Конструктор Лего стал из-за наших дорог. Ой, не смейтесь, не надо будет. Когда воровать перестанут, это нереально. Поэтому дорог нормальных не будет. Я считаю, что они будут в моем уме. Собственно, опять ничего нового. Ну, просто география. Вот Казань, это Екатеринбург. Где-то чуть побольше оптимистов, где-то чуть поменьше. Опять же, фраза про воровство. Про воровство мы уже говорили с вами. Там был комментарий. Вот смотрите, там в Финляндии как, да? И мне бы хотелось тоже опять информацию насчет Финляндии. Был там тоже зимой, как-то мы там с визитом. Смотрите, какая ситуация. Мы едем по дороге. Ну, из Хельсинки выезжаем. Понятно, что трасса тоже самая магистральная, многополосная. Это было зимой. Едем, при этом гололед. Накад снежный. Здесь снегопада нет никакого. Я спрашиваю наших финских коллег. Ребята, а что же мы едем-то по такой дороге? У нас бы давно все уже там крик шум, скандал, не проехать. Слушайте, а зачем? Для чего? Вот у нас скорость у них, во-первых, зимой снижается на 20 км в час. То есть, если разрешена скорость 90, значит, автоматически там 70 км в час. При этом и 70 никто не ехал. Все ехали 60. Никто никого не обгоняет. Едет друг за другом. Хорошо, доезжаем до знака дорожного. Залеплен полностью снегом. Я спрашиваю, ребят, ну а как же так? Вот знак снегом залеплен. Водитель не знает, как он подъедет в перекрестку, что там за информация на знаке, совершит ДТП. Вы уж будете виноваты. Да вы что? Если, говорит, водитель не знает, что на этом знаке написано, он должен остановиться, обмести этот знак, посмотреть, что там написано. И потом уже ехать. Если он этого не сделал, попал в ДТП, он виноват. Вот вы понимаете, в странах вот с такой демократией уже давней, да, значит, там уже давно понятен принцип, что отвечает за свои действия водитель, он должен отвечать. А у нас пока еще в большей степени отвечает государство за грехи тех, кто едет за рулем. Хотя в правилах дорожного движения, все мы знаем, есть пункт, что водитель должен выбирать скорость в соответствии с условиями движения. При этом, если мы будем... Не превышая максимально, естественно. Да, если мы при этом еще будем дороги содержать в накате зимой, я понимаю, что меня сейчас будут критиковать, что совсем не хотят дорожники ничего делать, но при этом, если мы будем содержать дороги в накате, они будут сохраняться в разы дольше, в разы наши дороги будут сохраняться дольше, и те деньги, которые мы тратим на ежегодный ремонт, мы бы могли потратить на ту же самую медицину, на развязки через дорожные пути, для того, чтобы решить все наши проблемы. Ну, вы понимаете, что если вы в накате будете содержать дорогу, которая одна полоса туда, другая туда, да, то риск встречных столкновений, он возрастает просто нереально. Понимаю, Петр, понимаю. То есть, поэтому единственное, как бы, это вот эти вот, сколько там, тысяч километров дорог, которые с отбойником, да, то есть, ну и все. Петр, а почему там-то тоже это понимают и при этом содержат дороги под накатом в Финляндии? Почему? Вот такие, одна полоса туда, другая туда? Да, конечно, конечно. Ну, не знаю, может быть, у них там обязательные шипы, например, да, то есть... Коллеги, ну, в конце концов, не в Финляндии, давайте все-таки говорить о России. Ну, вот, Игорь Григорьевич, вы сказали, что за все отвечает водитель, но если есть ГОСТы, а ямы, которые у нас существуют на дорогах, они явно не по ГОСТу, то как я, водитель, могу выбирать скоростной режим? Если я еду в нормальный, вдруг передо мной появляется какая-то яма, я не могу это спрогнозировать. Согласен с вами, яма не появляется в один момент, то есть она из маленькой, начинает разрастаться в большой. Если там нерадивые дорожники вовремя ее не устранили, не локализовали эту ямку, она стала большой, влетает водитель колесом там в эту яму, все, вот здесь однозначно, я не защищаю абсолютно дорожников таких нерадивых, вызывают ГИБДД, составляют акт, при этом сотрудник ГАИ знает, кто ответственен за эту дорогу, дает консультацию, водитель может обращаться в суд за компенсацией, и дорожники обязаны компенсировать этот ущерб. Вернемся к суду чуть позже, еще один звоночек, примем. Слушаем вас в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем, здравствуйте. Алло, добрый день, меня зовут Дмитрий, город Москва. Очень приятно, Дмитрий, говорите. Вопрос такой, очень приятно видеть таких умных людей в студии, ну вот я за год наматываю по Москве и Московской области до 70-80 тысяч километров. Вот у меня непонятно одно, почему Кутузовский и Можайку перекрывают каждый год, а все остальные трассы забывают. Перекрывают в каком смысле? Асфальт, бетон, перекрывают. Асфальт, бетон, покрытие. Да, понятно, спасибо за вопрос. Да, ну мне сложно, конечно, за Москву говорить, но тем не менее предположу, что просто-напросто, я думаю, что не совсем корректная информация, просто ездит, видимо, больше по Можайке и по Кутузовскому, и видишь, что их чаще... Точно так же у нас и все другие. Возьмите, проспект Мира, который тут мы сейчас приехали, там тоже каждые 2-3 года меняют какой-то из участков. И Кутузовский от начала до конца за год, или там ежегодно, или через год его не делают. Ремонтируют в зависимости от состояния. И это так всегда везде делается. Но ремарка такая, что ваше ведомство не отвечает за дороги в городе. Мы не отвечаем за город, поэтому могу только прокомментировать таким образом. Итак, продолжаем тему обращения в суд. Ну, ямы. Да. Вы слышали такой проект «Росъяма»? Да, конечно. А вы как-то вообще с ним взаимодействуете? Ну, мы, конечно, смотрим эти ямы там чаще всего, ну, наверное, процентов на 90 ямы. Кратенько поясним, на чем те зрители. Ямы в городах, поэтому реагировать нам приходится очень редко, но реагируем жестко. Если фотография ямы на федеральной дороге появляться на этом сайте, то здесь мы, конечно... Ну, то есть вы его просматриваете и... Конечно, конечно. Петр, вам известно количество обращений в суд и, может быть, статистика выигранных дел? К сожалению, нет, но все прекрасно понимают, да, что... Это я тоже хотел заострить, значит, на этом внимание. На том, что вот эти субподрядчики, собственно, которые и выполняют работу, да, и все остальное, это в основном такие фирмы почти однодневки, да. То есть мне довелось пообщаться с одним из бригадиров, который совершенно спокойно признался о том, что вот они сейчас кладут асфальт, значит, вот они его положили, и чтобы не нести никакой ответственности, вот они, соответственно, эту фирму сдают работы и ликвидируют. Вот все, дальше открывают следующее, и, собственно, все повторяется заново, да. Значит, опять же, есть понимание того, что судебный процесс, любой судебный процесс, компенсация, да, значит, за ущерб, который возник по причине некачественного дорожного покрытия или, там, не вовремя заделанный ямой, он очень долгий. То есть, грубо говоря, вы можете судиться годами. Вот, годами, причем из-за, допустим, ущерба, там, 20-30 тысяч рублей, да, вы потеряете гораздо больше нервов наездите того же самого бензина, и в итоге упретесь в этого ликвидированного субподрядчика, который, например, там, каким-то хитрым договором должен был нести ответственность. Вот, что вы на это скажете? Петр, ну, комментировать мне сложность нашей судебной системы, действительно, я не могу, хотя точно так же мы и дорожники от того же самого страдаем, потому что очень часто дорожное имущество, там, какие-то пользователи, там, в ДТП, там, или еще как-то повреждают, и нам тоже приходится судиться. И тоже годами, и тоже очень часто не выигрываем при этом. Ну, а что касается гарантийных обязательств перед пользователями, да, когда они там страдают, то здесь законодательство на месте не стоит. И сейчас уже при заключении контрактов подрядная организация, которая взялась за выполнение контракта, она обязана представить банковскую гарантию или перечислить деньги на счет заказчика, и на время гарантийных обязательств эти деньги будут у заказчика. И если обнаружится и будет доказано, что вина вот именно этой подрядной организации, которая плохо выполнила деньги, не нужно будет уже искать вот эту ликвидированную организацию, деньги, они у заказчика. А заказчик вам все компенсирует. Или банк, который дал банковскую гарантию за этого нерадивого подрядчика. То есть, если что-то произошло на трассе, то можно смело подавать в суд именно на Росавтодор? Нет. Вы не правы. Не на Росавтодор, а на организацию, которая по своему договору подряда отвечает за выполнение работ на этом участке дороги. Принято. Еще один звонок. Слушаем. Это, по-моему, Алтай. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Меня Константин зовут. У меня вот такой вопрос. Ну, про деньги, что их мало и что их воруют, это все понятно. Но почему даже то, что остается и доходит до дороги, используется так нерадиво? У нас вот, например, и в городе, и по краю случаются такие очень часто моменты, когда проводят ямочный ремонт. Во-первых, сначала выдолбят эти ямы, и они в течение месяца стоят. И без того ездить было невозможно. А тут еще эти дорожники ямы выдолбят. Потом бросят туда асфальт, лопаткой прихлопали, и вроде все. Машина прошла, и весь асфальт уехал за этой машиной. Вот кто несет вот за эту ответственность? Почему рабочие вот так вот беззалаберно выполняют свою работу? На них как-то можно воздействовать? Спасибо за вопрос. Ну, отвечает, естественно, тот, кто выполняет так плохо эту работу. Для того, чтобы воздействовать, надо действительно подать на них в суд, или проинформировать Росавтодор, если, конечно, это дороги, которые подведут, если это федеральные, если городские дороги, то есть мэрия города, администрация города, которая обязана также точно отреагировать за то, что организация, которую они наняли на выполнение работ по ямочному ремонту, сначала раздолбила, потом долго не заделывает эти ямы. Ну, а проще всего, опять же, если вы попали в эту яму, повредили что-то, подавайте в суд. Пусть это будет долго, но это обратно. А связь, она очень хорошо воспитывает подрядные организации, чтобы в следующий раз делать качественное и по технологии. Вот, хорошее слово, качественно. А вот такой вопрос, на самом деле, почему вы не используете, допустим, вот тот же самый Навальный, да, сделав Росяму, да, то есть Росяма это проект, который, то есть интернет-сайт, куда любой человек, абсолютно любой, может... Увидев, сфотографировать... Увидев яму, которая не по ГОСТу, значит, ее сфотографировать, поместить туда, значит, эту фотографию этой ямы, и дальше уже идет заявление, куда надо, а потом, если на это не реагировать, то идет заявление в прокуратуру. Так вот, значит, все вот это, вся эта балакита судебная, она никому не нужна. Вот, люди отремонтируют подвеску, проматерятся, но, как бы, суд, это действительно, там, месяцы и годы. Соответственно, почему бы вам, почему вы еще не сделали очень простой, как бы, вот я ехал, вижу, кирпичи забивают. Вот, почему я не могу, допустим, отправить вам быстрое сообщение, значит, какое-то, да, то есть, там, через интернет, да, на которое вы отреагировали и быстренько все это сделали? Петр, реагируем. То есть, есть какой-то телефон доверия? Через интернет, на нашем сайте есть телефон нашего ситуационного центра, который в любое время, дня и ночи, примет ваш звонок. Кроме того, через интернет вы можете послать сообщения, я лично на них отвечаю, и мне приходится это делать. За год примерно полторы тысячи обращений граждан по поводу вот всяких разных вопросов, связанных с дорогами, и мы, естественно, на них, на все отвечаем в соответствии с законом. Ну, то есть, как бы, в соответствии с законом обращения граждан, да? Конечно, конечно. То есть, понятно. А такой вопрос, вот, допустим, я еду, снял, ну, у меня видеорегистратор в машине, да, то есть я вот, ну, сейчас этого видео уже нет, да, но я вот еду по трассе, я снял, как кирпичи молотком забиваю, да, условно говоря. Вот я вам, значит, выслал это видео. Как я могу вообще понять, что к этим рабочим или к этой фирме были применены какие-то санкции? Как они принесли ответ? Есть ли интерактив? Есть ли, да, есть ли какой-то ответ вообще? Нет, ответ, да, естественно, мы вам ответим, потому что наказаний вот таких нерадивых подрядчиков, страхных санкций к ним, которые, к ним предъявляются, их у нас, ну, наверное, тоже на миллионы рублей, рублей, вот цифры у меня действительно такой нет, но на миллионы рублей это безусловно, потому что буквально сегодня в письме, там, смотрю, там, один наше учреждение отчиталось, что там одного подрядчика там на миллион триста оштрафовалось за какой-то там вот, ну, за месяц, потому что они то-то, то-то не выполнили. Поэтому мы тоже наказываем, потому что иначе, если не наказывать, никого не воспитаешь. Конечно, нужно наказывать. И наказываем. А почему вы, вот вы там такие суммы называете миллиарды, миллионы, сотни миллионов, казалось бы, да, тот же самый сайт Росъяма, да, Навальным обошелся в 200 тысяч рублей, да, вот, то есть несопоставимые деньги. То есть почему бы, то есть почему вот как бы нету такой инициативы именно с вашей стороны, да, привлечь граждан, людей, водителей, да, значит, к тому, чтобы контролировать состояние, ну, в вашем случае это федеральных трасс, да, потому что люди вам могут рассказать очень много, и это будет информация гораздо оперативнее, нежели чем информация от ваших контролеров. Петр, ну, у Навального сайт вот Росъяма. У нас, я говорю, что мы на своем сайте принимаем всю информацию. Фотографию точно так же фотографии нам шлют. Может быть, это не так популярно, как вот сайт Навального, но тем не менее у нас обратная связь существует. Кроме того, с общественными организациями, ассоциация дальнобойщик, ОСМАТ, Российский транспортный союз и еще несколько общественных организаций, которые входят, представители входят в общественный совет Росавтодора, у нас постоянно обратная связь имеется. Мы встречаемся, разговариваем, дискутируем и пытаемся найти выходы на вопрос, что сделать, чтобы дороги были хорошими. А может ли общественность, ну, или конкретно я, простой человек, Севакущинский, узнать, куда, кому, когда ушло, сколько денег на постройку того или иного участка? Эта информация открыта, доступна? Ну, эта информация, она служебная, хотя, в принципе, когда мы объявляем торги на сайте госзакупки, там объявляются о том, на какой участок дороги, сколько стоимость этого участка, и потом, когда подрядная организация какая-то выигрывает этот контракт, этот конкурс, точно так же публикуются результаты о том, что организация-то вот такая-то, выиграла с такой-то стоимостью. А когда будет этот участок введен в эксплуатацию, точно так же публикуется, что участок такой-то закончен строительством, и деньги они, естественно, получили все, которые обязаны были получить по контракту. Я объясню вам, почему я хотел бы об этом знать, потому что, в конце концов, деньги-то мои, я плачу транспортный налог. Абсолютно, с вами согласен. И хочу знать, куда они идут. Ну, обратитесь на наш сайт, там опубликован полный перечень участков, которые мы в этом году ремонтируем, реконструируем, капитально ремонтируем. Там вся информация есть. Сколько денег у нас уходит в целом и по разделам, на сайте Росавтодора точно так же есть. Поэтому обращайтесь, заходите, давайте общаться. Мы точно так же приглашаем. Мы там на нашем сайте устраиваем постоянные опросы и спрашиваем пользователей, как вам лучше ездить или с шипами, или без шипов, с цепями, без цепей. Ограничения дорожного движения, там, весенние, летние, нравятся, не нравятся. И вот так получается, что, да, мы вроде бы вводим ограничения, там, допустим, для тяжеловесных транспортных средств, которых всего лишь 1%, даже от грузовиков. При этом нам, значит, вот общественное мнение говорит, что, нет, 27%, по-моему, не согласны с тем, что вводятся такие ограничения. Ну, вот плохо, видимо, мы еще донесли до пользователей, что ограничения-то вводятся не для того, чтобы закрыть движение, а для того, чтобы деньги государственно сохранить. Коллеги, у нас остается буквально 2 минуты. Последний вопрос. А вот ГОСТы, которые у вас сейчас есть, это какая-то константа с 1913 года? Абсолютно, я тоже самое хотел спросить. Мысли сходятся у дураков. Абсолютно нет. ГОСТы, это постоянно меняющиеся документы. Как часто они меняются? Ну, их, во-первых... Ну, раз в год, раз в 10 лет. Да нет, вы что. А их, во-первых, количество, которых отрасль касается, переваливает там за сотни, поэтому понятно, что их раз в год и раз в 10 лет, ну, некоторые из них меняются раз в 5 лет, некоторые из них, которые удачно сделаны и пока еще, скорее, нас удовлетворяют, меняются раз в 15, в 20 лет, поэтому разные сроки, разная потребность в изменении ГОСТов. И сказать, допустим, что мы, да, в течение года, наверное, полтора десятка нормативных документов мы выпускаем новых. А кто эти акты составляет? Кто проверяет, как нужно, как не нужно? Есть какие-то специальные обученные люди, специалисты? Их регистрирует Ростреестр, их рассматривает на Ростех... А эти люди ездят сами по этим дорогам? А как же? Мы же все ездим по дорогам. И эти люди точно так же ездят. Самая открытая, по-моему, отрасль, это дорожная. Всем все видно, все специалисты. Ну, вот обидно-то, что налоги-то транспортные, мы платим вовремя, а если не платим, у нас налагают пеню, а дороги, вы говорите, мы сделаем когда-то там, потому что мы не успеваем, а денег не хватает. Все, Волод, но я же вам сказал, что да, те налоги, которые мы платим, их хватает нам вот на столько километров, а нам надо построить, отремонтировать в три раза больше. Вот и проблема. Налог маловато. Ну, высокая стоимость ремонта и низкое качество работ, вы умолчали. Да почему? Не абсолютно не умолчал. Друзья, час пролетел. Напоминаю, что сегодня мы говорили о дорогах, или об их отсутствии, и что делать, чтобы они у нас были, хоть какие-то, чуть получше, скажем. В гостях у нас был Игорь Георгиевич Астахов, начальник управления сохранности и эксплуатации федеральных автодорог Росавтодора. Спасибо еще раз, что не побоялись прийти в нашу студию. И Петр Михайлович Куматов, официально автоблогер. Спасибо. Друзья, спасибо за беседу. Мне было приятно, что мы все-таки не свалились в какую-то склоку безнадежную, а попытались как-то разобраться. С ваших слов скажут, что вроде бы как не все так безнадежно. Да нет. Друзья, на этом позвольте попрощаться. С вами был Сила Кущинский. Вы смотрели программу «Попутчик». Включайте почаще канал Автоплюс и увидите много интересного. Берегите себя. Увидимся. Всего доброго. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»